Отец Саким, представь гостей откуда и как звать, а то некоторые подходят, спрашивают, я говорю, я не всех знаю. Да и я не всех знаю. Отца Сергия хорошо знаю. Отца Сергия, отец Филарет, секретарь. Покажи, кто секретарь. Вот, отец секретарь Филарет. Понятно. И Романах. Да, так. Иерей Артемий. Артемий. Я. Я Новоалтайский. Новоалтайский служит. Отец Артемий. Новоалтайский. Отец был, это, погибло, отец Михаил. Теперь я за него. Там я Айкин был, как бы. А он остался. Покровского собора. Отец Анатолий. Отец Анатолий, поверните сюда, чтобы вас закурмили. Это память. Есть люди, которые срочат съемки. А у нас приезжал здесь Михаил Масленников. Мы монахи благословили. Он снимал, снимает в алтаре. Ну, патриарх. Приехал, потеряю. Ну, и там тоже такие люди, бывает, что, как бы, не хотели. А патриарх сказал, никогда не запрещайте. Это история. История, в которую всматриваться будут. Каждую деталь посмотреть. Это не художник нарисовал что-то. Художник многое обрезает, упускает. А это все фиксирует. Тем более, мы не на плохом деле были. Еще тут запрещают. Это мы лучше уже не будем. Стареем только. Поэтому на свою фотографию будем смотреть на хорошую. С добрым, а с патриархией. Один раз приехал как-то тоже корреспондент с патриархией. Мужчина такой представительный, представился он. У меня плохо слышишь, я пойду, подхожу. Я говорю, корреспондент с патриархией как-то приезжал тоже. Но у нас на богослужение. А это кто, значит, бритые? Это в оглашенные их пускали. Я говорю, вы только до оглашенных выйдете. Как выйдете? Да я с патриархом. Я говорю, с патриархом можете стоять. А здесь нет. Я говорю, я тебе даже споредовать, я тебе не буду. Потому что ты с Богом споришь. Бог дал образ, а ты споришь с Богом. Он вначале до того огорчился. Прямо как это? И там я с патриархом. Ну, а потом ничего, отошел, да. Вот видишь как. Я же добро заговорил. Да, добро. А тут приезжал один, он 10 лет, и, кажется, работал в комсомольской правде. Макаров Сергей Сергеевич. А потом дерзся. Ну, и батюшка ему говорит, на каком умолимся, как оглашенный взлетитель, стойди. Батюшка, да я же православный. Батюшка говорит, ты ибритый, во-первых. И у тебя нет грамоты мирной, что ты не отлучен. А мы куда едем, с собой берем грамоту, заверенную секретарем, что мы не отлучены. Я могу причащаться в любом храме. У вас грамотки нет такой. О, батюшка, вы бюрокрация какой-то. Ну, ладно, ради правды я сойду вниз. А потом все это попечатал и налезли сам. Ну, кажется, мы на втором этаже молились, как-то не сойду. Это что? Да, да. А где она? Где она? А тебе только где? Нет, я буду сухую. Батюшка, отстанься, батюшка немножко. Откуда мы их не выпустим? Батюшка, у нас важный нам сделан был. Да. Хотел бы, чтобы кто желает, побыли. По спасению нашим. Здесь все приехали, здесь мы желания уже и к ним не спрашиваем. Они уже попали, заложники, да. А все они приехали. Мы нынче ехали далеко. Ну, Корша, Германия, другие, благотестнические действия. И обратно ехали, у дороги стоит батюшка, ну, недалеко там, где-то за Ишимом дальше. И рядом женщина. Ну, что, остановились? Вам куда? Куда? Сели. Отец Сергия его звать? А она как? Ну, что ли? Посадили. 1300 километров мы их провезли. А он оказался из какой-то подпольной, как-то, диаметра. Вот это. Он начал говорить, ничего не сходится. Там это они, и Тургею надо там царя поминать, у царебожников. А едем-то быстро, 100 километров, ну, мы на газели-то не быстро, но я вижу, до того ему неудобно, до того ему начал спорить. Я говорю, теперь ты в кабине сидишь, никуда не выйдешь. Тебе сказать-то нельзя, похуй любят, они торопятся, все куда-то, все священники торопятся куда-то, только не туда, куда надо. Коми меня. Вот. И сидит, я говорю, на ходу ты не выпрыгнешь, ты, вот, тысячи 300 километров меня терпел. Как она поднялась, а у матушки, у матушки грудь вот так вот раскрыт, как крест. Я говорю, матушка, грудь-то надо закрыть, это не одна мусульманка, за тысячи 300 лет так не вышло-то. У меня муж есть, я говорю, ну, муж-то рядом ничего не говорит, а я за чего тут стою. Я скажу, ты будешь ждать, как она поднялась, а сидела-молчала, такая кроткая, а он вот сзади сидит, включили и записывает ее. Ну, потом. А кипятокрасно можно почти все. Я говорю, батьяна, ты должен быть, муж, они под каблучник, пускай на мать, а жена, да, да, да. Жена, это главное препятствие у тебя. Если ты ее не доведешь с собой, спрос будет, в первую очередь, за семейные дела. И 1300 километров доехали до Барнаульской Спартака, сфотографировались на память. Я так и не понял, кто, но они провозгласили уже коронованного царя. Ну, где Михаил, да. Ну, вот это. Там на льдине фильм эти сняли. Он крест такой же носит. Да, он говорит, я из тех, которые короновали его. Я говорю, знаете, я посмотрел, а их, который этот царь, позвонил мне на дом. Его помощник какой-то Михаил. А я говорю, откуда вы про меня узнаете? Он и есть вот этот Михаил. Я скажу тебе, Павел такой был, есть Ермоленко, из Таминоби. Его Максим запретил. А у него жена неделю назад умерла у Павла-то. Даже не где он, просто так. И он говорит, я сказал, а мне, и они на меня вышли. Я это посмотрел в фильме, вы знаете, мне кажется, это шутка какая-то. Я много шел по лагерям, по тюрьмам. Я личность эти не знаю, это уголовник какой-то. Да вы что, согласны? Да. Такая физиономия подобрать. Я говорю, посмотрите на царя Николая, его благообразие. Ну все. Ну хотя бы для виду, хотя бы, ну хотя бы маленько, чтобы подходить. Благородный был бы человек. Ну, русский народ, это что-то никакой, если такое там. Вы видели, какая у него... Ну, он говорит, а только на снах, он писание ему не нужен. Одни сны, сны, сны. А с нами обставился, как Абрусий Юрасов. Ну нельзя так. Надо же все-таки писание смотреть. Ну и, они, уже ко мне приехать хотели. Ну, тут отшатнулся, я говорю, нет. Я просто считаю, это какая-то комедия. Ну, не такие же вы люди, чтобы серьезно это все делать. Народ не знает. Вот образ какой-то, Виссарион какой-то. Ну, это так похож, хоть этот. У него вид-то какой благообразный, Виссариона. Ты не скажешь, что он такой. Сейчас старый стал. Видите, он. Ну, это старый. Ну, это Торопов Сергей. Торопов Сергей, да. Милиционер был. Милиционер за 91-го года. Нет, 2001-го года. Афтографии стали там. Ну да. У нас даже на воскресенье идут беседы, пока не доеду скажут. Вот в прошлый раз у нас, ну, редкое такое, то, что я в книге даже не запрестил, о богослужении. Все это записано, будет в интернете. Вы наш форум знаете, нет? Да. Сайт есть. Да. На форуме будет в октябре, я когда приду. Нет. Всех модераторов на это задействую. Мы привезли будет больше 100 роликов полномесных, больше гигабайтов. Полторы тысячи фотографий. Ну, мы прошли, значит, 15 государств, 6 южных республик, с Чечнёй вместе, с Чечнёй дважды. Везде, в национальных библиотеках я оставил 38 своих книг. Мы подарили нынче книг на 4 миллиона только. Там Польша, Германия, Австрия, Венгрия, Румыния прошли. Если Господь благословит, то на следующий год начинать будем с Греции, Португалии, Скандинавии и по Балтике вернуться. И везде встречи, и везде беседы. А если приезжают служат священникам знакомые, прям тужи на проповедь ставят, и были в Грузии. Видите, я подхожу необычно. Вот начинают. Евреи такие, ну такие, ограбили страну, всё в Израиле, всё правильно. Теперь дальше, выход какой? Бей жидов, спасай Россию. Это мы уже проходили. С евреями никто более кардинально не боролся, чем Адольм Гитлер и Сталин. С мыщем они кончили. А евреи какую силу после этого набрали? У нас оружие есть. Мусульман из Казахстана, до Дальнего Востока. Правильно, надо бороться с мусульманами. На оружие только одно, любовь. Другого нам Бог не дал. А как любовь, чтобы обратились? Молитвой. Я в доме Мулы там ночевал. Заходил в мечеть. Там комната в одной, сейчас скажу, в Дагестане, Махачкала. В библиотеке национальной имени Расула Гамзатова. И написано стрелка, комната для рамаза. Дальше комната для молитвы написана. Закрытая. А когда книги передали, с директором сфотографировались. Я говорю, а туда зайти можно помолиться? На какой разговор? Ну, тут сигнал дал, дверь открыли. Ну, морозулись. Как так положено. Зашли туда. И начали полное правило считать. По православному. Царю небесные и дали. Потому что в кадрище везде святые молились. И приобретали души. Нам ни места, ничто не мешает. И в доме Мулыноч это все на ролике записано. Вот как Данил Сысоев работает. Нет, я скажу, я так не могу работать. Это был герой нашего времени. Герой. Его канонизировать не надо. Сейчас он спрашивает. Он святой. А святого еще канонизируют. Он говорил безмитаж сразу на небо. Это его слова. А вот я взял за 623 кремлинам. Возьмите за грех смерти. Вот отсюда надо начинать. Я считаю, это самый коронный стих с мусульманами. Они сразу соглашаются. Да, действительно так. А какая смерть? Духовная. А жена преподаватель Корана. Университетов, там, психологических попутят. Сейчас в школе. И мы давно с ней переписываемся. Это все на видео снято. Вы увидите как. И дальше начинается беседа. А как избавиться от смерти? Ну, надо быть добрым. Правильно. Как Андрей Кураев говорит. Мусульмане религиозно талантливые люди. Я согласен с ним. Я могу объяснить эти слова. Почему они? Это не только голову режут. Талантливый. Самый большой талант у них, что они вели намаз. Пятикратная общая молитва. О чем Дмитрий Смирнов говорит. Дмитрий Смирнов не в стороне стоит. Я, видите, скачусь в одно и в другое. Но показать это все как. И вот мы беседовали о богослужении. А вчера была тема такая. Он один брат сидит. Он же племянник был. Дорогой шли он говорит. Вот вы говорите о Духе Святом. Римля на 8 дней. Кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Духа Христова. Ты можешь причащаться, можешь быть патриархом. Духа не иметь. А то мы знаем истории другие, куда ушли. Ну, а как проверить? Я себя должен проверить, что я духовный человек. Или мне кто-то должен сказать. Для меня это уже тема. Он еще до дома не дошел. Я уже сижу за столом и готовлюсь. 77 местных библий. Вчера мы прошли. Все полностью жития и житии взяли. Что говорят об этом каноны. Ну, затяжное получилось. Но все. Это все будет высыпано в интернете. Как нам спать здесь? Как быть Духи Святом? Как это проверить? Ну, я неоднократно столкнулась на Серафиме Саровском. Ну, это просто уникум для России. Так никто не может сужно воспринимать. Как он его за руки выводит. Он в другом свете. И руки опустить не может. Но ясно, что мы не такие. Это надо осталось относить. Но однако другие-то не такие. Это тоже в царство хотят. Как проверить? И вот с мусульманами когда говорили, я говорю, подтягиваю к этому. Как смерть победить? Никак. Не могут. Я говорю, я беседовал с разными мулами. С собранием мул я попадал вот такие. Там имамы сидят. Это наши епископы. Доходим до места спасения конкретно. Один ответ. Если нас будет судить сын Марьям. Горяным. Они говорят пришествие Антихриста. Они проповедуют нравственность. Все. А спасение не могут дать. Потому что все мы смертные. Возмездие за это грех смерти. В Адаме все умирают, Павел говорит. Почему? Послание к римлянам самое ненавидимое мусульманами. Там самый корень взятый. А дар Божия жизнь вечного Христа Иисусе. А как? А у нас были люди, умирали герои веры. Да, он умирал. Умирал за свой грех. Поэтому рождается безгрешный. Рожденный от пресноделы Марии. И берет грех на себя. Остановка. Ну вот. Она. Отец мой. Учитель. Игнатий там. Мусульманка. Которая. На дороге даже шли, я скажу. А я дал потопать. Говорю, сфотографировать, как мы идем. А ее спрашивают. Это кто? Муж мой? Она говорит. Нет, это учитель мой приехал. Да ты еще православный, что ли? Да, я уже православный. Это жена Мулы. Представьте. Это надо... Это записано. Ну и как? Так, чтобы кто-то другой взял мой безмерный долг на себя. И в литературе, в истории мира никого больше не было. Он один такой. Один. Пришедший, взошедший и воскресший. Ну у нас же написано, что заблуждение не воскрес. Вот как в оригинальном. Это перевод неправильный. Давайте. Воскрес и умер. Это разные слова. Переводчик ни один их не перепутает. Здесь говорится, он воскрес. Он воскрес. Для нашего оправдания. Ну и все эти места, которые у них не так, они по-другому живы, вознесли на небо. Они тоже люди. Им тоже надо указать путь ко Христу. Вот я считаю, выступает православный миссионер. Вы не в обиду, только вы видите, что я говорю. Я 50 лет занимаюсь в Библии, 50 лет в миссионерской работе. Лучше Олега Стеняева, отца Олега Стеняева. Я нет. Он ко мне, говорю, к нам приезжал в лагерь, был я в Москве, его больницы посещал. Лучше отца Олега, лучше Авосипова Алексея Ильича, лучше Кураева и всех. У него в руках Библия. Вот почему. Единственное, почему он выигрывает. Это абсолютно неоспоримо, когда он беседует с сектантами. Он приводит места убойные буквально. Я говорю про отца Олега Стеняева. Я понял. Видите, ну бывает человека, люди зазирают, он такой полный, он говорит, ну видишь, какой. Батюшка, помнишь, считал ты это, как в Чечнееве его задержали, то есть. Да, да. Арестовали в Чечнееве. Он говорит, что это, как поп настоящий. Настоящий поп. Выпить спирту дали. А говорит, ну ну что, мы по стакану выпили сразу. О, вот это настоящий. А то приеду, говорит, там камушляжи такие точи, вот это. А вы настоящие. Нас, говорит, отпустили, проводили еще, говорится, проводили. Признали, что мы настоящие. Я привожу иногда из речения Андрея Кураева, его не все одинаково воспринимают. Но нельзя в человеке живом искать святости Христа. Мы все разные. И он говорит, что если мы не обратим внимание на молодежь, а молодежью работать надо, не рокеров благословлять, не олимпийские игры, то через 50 лет будет здесь не московский патриархат, а московский халифат. Или даже раньше может быть. Это в литературной газете была статья «Миссионер 21 века». И говорит, или вот Петр Мещеринов, и Румен Данилов Мастеря. Знаете, он говорит, у нас христианца лубочная. Придумали спас ореховый, медовый, яблочный. Какой спас? Он один кровавый голговский. Как Алферов говорит, ты исповедуешь бабушку при смерти, покажи ей на свой крест и скажи, кто это. Если она тебе скажет, это одна, может, из нескольких десятков. Расскажите им о Христе вместе. Вот об этом надо побеседовать и найти кратчайший путь. Мы как-то выше, это недели три назад было. Я говорю, я узнал один грех, который лишает людей даже мытарства. Даже обычно после смерти в душе показывается царство, она проходит. Ну, как по мытарству. Подробно Олег Киев это разъясняет. Но есть один грех, когда на мытарствах человек не бывает уже. И то есть он не восходит ко Христу, ему не показано царство небесное. А какой же он грех? Холон на Духа Святого? Да нет. Самый распространенный. Самый-самый распространенный. Под какой попадают патриарх, и епископ, и священники, и любой, кто этот грех делает. А какой? Евангелие Теяна, 3 глава. Кто не родится свыше, не может увидеть царство Всего Божия. Не войти, а увидеть. Надо буквально воспринимать, златоуст говорит это. Вот теперь главный вопрос рождения свыше. Один вопрос, я о нем хотел пописать. И второй, жить в Духе Святом. Мы не знаем, о чем молиться, Павел говорит, хотя у нас книг много. Дух Святой воздыханиями неизреченными ходатайствует за нас. Молитесь Духом Святым, Павел говорит. Ну как это проверить? Я 77 мест привожу из Библии. Которая может проверить каждый. И при том сразу же после крещения. Потом явно. Ну в чем проявляется? Ну какие-то органы мои другие останут. Там руки, ноги, нет. Другими будут уши и язык. Все, два органа. Батюшка вчера сидел, все это записывал. У него конспект теперь есть. И это говорит Писание Ветхого и Нового Завета. Нам об этом проповеди никогда не говорят. Я ни одной проповеди еще не считал на эту тему. Притом Бог отдал спасение в наши руки. Это так легко проверить. Почему не мы небрежны? За каждое слово отвечать. Мы услышали это, слышали. Почему лжи не боимся? Почему? А самая большая ложь где? Я батюшке как-то говорил это. Самая большая ложь, когда мы играем с действительностью. И самая страшная игра, которую делают священники. И при том в алтаре. Еще ни один не опроверг этого. Потому что до конца, по слову Божию. Мы как-то беседовали на Новосибирске. Ну, старообрядческий дом. Много старообрядцев. Такие ревенители. Любого захлестнет. Я говорю, в течение часа, я вам докажу, вы не старообрядцы. Как уж с чем-то не согласимся там. Что Библию не знаем, они согласились. Все, но что мы не старообрядцы. Да вот тебе. Вот как раскол сейчас фильм-то показывает. На первом месте. Не старообрядцы. Вы даже не знаете причину раскола. Вам показывает не то совсем. Как не то? Да Никон все испохабил там веру. Аллилуйя там сугубое, трегубое. Нет, не это. Главная эта причина демократизм правления. Церкви. А все это скрыто от нас. Ну, теперь я факты открываю книги, показываю. Согласны, согласны. Да большего застоя болотного, как у вас нигде нет. Какие вы старообрядцы-то? Старообрядцев много. Старообряд. У вас название одно, только обряд. Если бы были староверы, я бы понял, вы апостольской веры. Самая старая вера, она апостольская. И к ней надо возвращаться. Сегодня путают все понятия. А святые запрещают подмену слов делать. Вор не говорит с воровом, он говорит, взял. Я знаю воров. Сидел с ним. Машину угнал, просто прокатился. Он не хочет назвать. Грех надо так показывать, чтобы он тебе стал мерзок. И покаяние то, когда ты не возвращаешься, как пес на блюотину. Но никогда не отчаивайся, если даже палубь подскользнулся. Вот везде пишут у баптистов. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Все согласны. Первый Евангелие, послание Иоанна 1.7. Согласны? Согласны. Братья, это только третья часть предложения. Оно в действительности срабатывает только тогда, когда первые два пункта выполнены. Первое. Начинается этот стих. Если ходим во свете, как он, в большую букву, во свете. Так, во свете ходим или во тьме? Во тьме, это значит, мы прячемся от истины. Всего боимся. И под аппаратом, сами себя боимся. Если ходим во свете, как он, во свете, запятая. Имеем общение друг с другом, не прячемся. На любую беседу пойду. Имеем общение. Это братья приехали, нам радостно. Мы молились об этом. И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первые два условия, они от нас зависят. А третье от него? Вот считает выражение. Я говорю, ты считал, что благодать имеет три свойства. Трехступенчатая благодать. Как это так? Феофан Затворник еще говорит, 1861 год. Он говорит, есть благодать призывающая. Пробовь говорит. Благодать обращающая. То есть ответ на ответ он обратился. И благодать освещающая. У баптистов два пункта работают на полную мышц. Третье нет. Освещающая только через рукоположность священца. Она вся здесь собралась. У православных все. Без двух. Понимаете, как? Я когда разложил, пойду. Очень. Это ведь так. Должна быть полнота. Люди усложняют. Вот меня спрашивают. Вот уныние. Марк Подвижник объясняет. Так, Исайя. Так. Это я в университете когда преподавал. Ну а можно проще как-то? Можно. Я тебе отвечу. Уныние всегда. Это моя наработка. От плохо сделанной работы. А вы опять раз служили. Ко мне четверо работают. А как так? Плохо молился. Плохо читал Слово Божие. У тебя уныние от этого ты ничего не делал. От плохо сделанной работы. Я вгоню в эту строку все. Да, за столом. Игнатий Канечному. Говорят, нет объединяющей идеи для России. А мы сидели. Тут лауреат Нобелевской премии сидит. Профессора. И сетуют. Я говорю, она есть. И я ее знаю. Вы знаете? Ее никто сегодня не знает в России. Тогда была пролетария всех стран. Объединяйте. Сейчас ее нет. А я говорю, я знаю. Ну скажите. Пишите четыре слова. Дети. Запятая. Воспитанные во Христе. У нас не будет фальшивых священников. Взяточников-коррупционеров. Хорошие судьи будут. Неразваленные семьи. Дети. Есть. Весь смысл все бросить на воспитание. Во Христе. Во Христе. А не так. А у меня дед был стар, остается. Он себе позволяет. Тем более тебе нельзя этого делать, что ты делаешь. Твои предки. Я священником беседу. Я священник хороший. Просто редко хороший. Я скажу, у него есть документ, которого у нас в России, может быть, не у каждого. Даже генерал есть. Он прыгает. С парашютами. Два полка обслуживает. У него 2800 прыжков только. А ему 74 года уже. Он на несколько месяцев. Ну, вон сидит человек, который меня познакомил. Игорь. Этот Игорь и тот священник. Отец Игорь. Гобриков. А Абигея. Мы оттуда вернулись. Были у него, видели. Он инженер-механик. Своими руками. Все. Что сделал, все. Но когда дошло дело до спасения, рассуждать-то. Я спрашиваю, а вы когда родились свыше? Как было? А что же меня об этом спрашивать? Вот фотография. Это мои родственники. Вот видите, вот это вот архиерей. Это там прадед был. Это на вопрос о том, как ты родился свыше. Павел не мог показать. Фарисея от фарисеев. Он пришел в Дамаск. Был Саввул. И вот он меня опрокинул. Сделался Павел. Ответ должен быть согласно Писанию. Это означает войти в дверь. А дверь это Писание. А Индия отвечать это через забор. Все другие ответы это через забор. Пояснение Иоанна Златоуса Фефилакта. Почему мы вот такие ясные, четкие мысли не доводим до прихожан? Вот сектанты... Вот я просто маленький еще пример. Я останавливаюсь. Ну далеко там заехали где-то. 444 города посетить. Это не два города. Вот. И священник заходим. В пустой храм. Один священник за кастой. Стоит в касте. Как звать? Отец Владимир Владимирович. А для чего вы стоите? Ну кто зайдет, продает. У него иконки свечет. А у вас что? Я говорю, я везу Евангелие дарю вам. У вас работа идет? Идет. У меня Евангелие. Если вот вам надо, я вам дам. По ящику Евангелия. Бесплатно. Я за ними ездил. Но обменял на свои книги. И у меня Евангелий много. Я вам дать могу. Если я конкретно к вам сидящим здесь говорю. Прямо загружу вас даже по два ящика. Евангелие, с которого раздавать, чтобы где-то было. Я говорю, патриарх. Но красные. А? Красные. Евангелие от Иоанна и римлянам. В одно. В одно. Маленькие такие. Маленькие. Евангелие, не новое задание. Понятно, давайте. Парковский собор. Не понял. Парковском соборе крещающим. Крещающимся будем. Вот. Когда нужно раздавать. У меня есть. Смотрите. Вот мы проехали. Я вам скажу. Мы в прошлом году были в Владивостоке находки. Духовные развалины. Да вы что? У нас второй монастырь строят. Я говорю, духовные развалины православной церкви нет практически. Все, сектанцы запотели. Да вы что? Такие мысли вслух высказываете. Да вы знаете, сколько у нас в семинаре учатся-то? Он отвечает не то. Я говорю, знаете, святейший патриарх Кирилл Гундяев вернулся в Восток и говорит, состояние православной церкви тире духовной развалины. Он так сказал ему. Ну тогда так и есть, наверное. Значит, как написано. Заговорил, говорит, богатый. Приводноси до облаков. Заговорил, бедный. Кто ты такой? Значит, я те же самые слова один к одному я говорю. И он сразу так. Я говорю, но патриарху показали не худшее. Куда мы заезжаем, его нога не ступала. Мы были там, где Хиросима и Освенцин. Там вообще ничего нет. Вот сейчас мы были в Ростове-на-Дону. Ну там прошли полностью Ставрополье. И в Шахте были. Священнику позвонили. Он приехал молодой. Ну он сидит прям, чувствуется у него энергия такая. О, батюшка. Встали говорить. Он говорит, знаете, я недавно был у сектантов. Ходил. Сколько же у них молодежи. Мы все упустили. Я говорю, вы своими глазами видели? Не то. Я пошел к адвентистам. Там та же история. Детские уроки ведут. 200 ребятишек сидит. 200. Да у меня прихожан никогда столько не было. Это те, которые подрастают, которые займут. Отец, а причина в чем? Ну я причину знаю. Не проповедовали. Тебе надо книги? Мы, говорит, раздаем. Мы все, говорит, заболели буквально сейчас. Мы маленько опоздали. На тысячу лет. Когда привезли христианца на Русь, надо было первое, что делать. Не лопаты брать, горы, киевские рыбы. А брать ножи, пластать березы. И на березе писать Евангелие людям раздавать. Как Абакум в заключении делал. Только он писал такие пакости. А нам бы чистые Евангелия людям дать. Россия была бы другая. Мы все потеряли только из-за того, что люди во тьме находятся. Но это на закуску, на обед. Спасибо, Господи. Ну конечно. Вчера я звоню батюшке. Олегу. Отец Олег. Ну как у прихожан-то машина же есть у кого-то. Ну подговори кого-то. Как у кого? У нас одна АК только на приход. На приходе. Я говорю, ну у других-то братья есть. Так у меня прихожанин-то, говорит, один только мужчина. АК. Ну я думаю, что он пошутил, может быть. Нет, я пошутил. Я думаю, может пошутил. У меня один, остальные все бабушки. У меня нет даже. Деревня-то же большая. Там, наверное, больше тысячи жителей. Четыре тысячи жителей. Романов. Романов. Четыре тысячи жителей. И это... Ну как так-то? Что ж это? Надо что-то как-то делать. Какую-то причину-то искать в этом. Почему? Такой приват. А нет. А у баптистов ясно, что там община больше. А у города больше. Как это так? Отчего? 0,2 процента. Нет, только полу процента. Полу процента. Вот смотришь, передавали как-то было... Какой год это было? В прошлом году или где там? Мусульмане на свой там праздник. В Москве там площадь. Полтора миллиона. Полтора миллиона на коленях все стоят. Мужики, ни одной бабы-то нет. А у нас в любой храм зайди. Как бабушки. А не бабушки. А мужики где? А мужики где? И Дмитрий Смирнов, правая рука, патриарха по силовым структурам. Нет, его убрали. Убрали его с силовых структур. Убрали. С силовых структур убрали Дмитрия Смирнова. Ну вот, в ролике его стоит. И он говорит, ко мне подходит бабушка и говорит, отец Дмитрий, можно задать вопрос? Знаете, вопрос зададут, говорят, не знает, что пищать. Я говорю вот так вот, давай. Как этому шарику открывай там дверь из туалета. Она говорит, я когда еду в храм, я поднимаю руку, голосую. Если едет мусульманин, шофер, он меня довезет, а деньги не берет. Почему? Ты мне мать и едешь молиться, как я могу брать из себя. Но если везет русский наш, крещеный, он обязательно возьмет, говорит, это моя работа. А ты, говорит, довез бабушку, да узнав заплачено, нет, у нее за энергию заплатил за нее, до сумки ее занес бы там, куда там, в лифт или до дома. Я вам скажу, что мусульмане ближе ко Христу, чем наши православные крещеные. Ближе. А мне мусульмане этот ролик подсунули. Он правильно говорит или неправильно? Я не оспариваю. Но дело-то в том, что они договариваются, что такими вы их сделали, что его вина здесь. И он говорит, вот вы видели, где-нибудь молятся мусульмане, женщина отдельно. Меня привела мусульманка, она сразу ушла мне, я говорю, тебе нельзя, она говорит, нет, у нас там внизу. Я не должна заходить. Они кушают отдельно. Они кушают отдельно, не оставляют. Не заходят-то. А здесь надо молиться. И вот, говорит, высшие, вот называли 120 тысяч, теперь говорят, миллион двести тысяч было. От стенки до стенки, проспекты, и милиция охраняет, и глаз, и средние улицы, все заняты были. Где вы видели, у нас сто мужиков хотя бы раз. У нас одни бабы. Не женщины, не сестры, а бабы. И опять же скажу, если вот эти, которые, мужики, не ходят в храм, они принимают мусульманство, они делаются такими же ревностными. Почему? Главное, это пятикратная молитва в день. Мы не избраны. Намаз. Мы не избраны. Прошлые годы была, одна наша деревенская приехала, я была в Ташкенте. Я говорю, я был, остановилась машина. А почему нету? А ты, посмотри, шофера-то нету. Правда, куда он делся? А теперь посмотри направо. Он вытащил коврик, на коврике стоит. Сколько там у него, пять, шесть минут? Сидят все в автобусе. Ну, а я тороплюсь. Ну, вылазь там, второй впереди автобус, садись. Он мусульманин. И мы в дороге ехали. Мальчишка там, ну, может, даже 16 лет нету. Он за машиной. Вышел, коврик растерял. Никого нигде нету. Где мы молимся, и мусульмане рядом молятся, мы всегда были в безопасности. Можем поговорить, а не защитят. Надо маленько взгляд на это и изменить. Вот мы обращаемся православным, и сдавим махлу рукой. Один подошел. А вам куда надо? Мы, говорю, вы их отзаблудились здесь. Не знаем, тут электростанции какие-то, все запутано. За мной езжайте. Он, когда вывел, подошел. Я мусульманин, да как звать? Ахмед. Подошел ко мне. У меня отец такой же, Аксакал. Езжайте дальше. Мы узнали, и тут же стали за него молиться. И он, не знаю, сколько он километров ехал с нами. Ну, я не помню. И ты ехал. На церкви, я не знаю. Ну, километр, речь это километр. Вывел за город. И вот мы где обращались, говорят, в Чечне, только не ездите туда. Там голову отрежут. Там мы поехали. Мы два раза на Чечне проехали. Но я скажу, нам норовить нельзя. За нас тысячи людей молились. И вот он спрашивает, Виктор Николаевич, ребятам сайт дал. Они-то уже с ним разговаривают. Мы пришли, а там в библиотеке министров проводят совещание. Они сразу выскочили. Приняли книги, сфотографировались, грамоту выписали. То есть люди во многом другие. Особенно в Азербайджане. Это такая накаленная такая обстановка. Ну, правда. Знаешь, квартал проедешь или два квартала автоматчик, а рядом стоит со снайперской винтовкой. Больше мы нигде этого не видели. Это в Дагестане. Очень тревожная обстановка. Не в Азербайджане. В Дагестане. В Дагестане. Под Парак Кала. И там мы в одном месте не было библиотекаря, а рядом магазин. А Виктор спросил, женщина, видно длинный потол такой, она подметает на улице. И говорит, а вы не знаете, где библиотека? Они с мужчиной-то не разговаривают. Не знаю. Пошла. Но она не оставила это так. Мы в машине сидим, дождь идет. Такую даль ехали. Каспийск, там прямо рядом с Махачкалой. Она пошла к продавцам рядом в магазин. Сказала. А продавщица одна знакомая, директору позвонила. И она подошла к нам и стучит в кабинку. Я знаю, где директор. Знаете, где директор? Да откуда вы узнали? А вот который улицу подметает. Она ей передала. Это под той. Директор теперь с нами связалась. Мы зашли в магазин оставить книги. А грамотный список пишет. А что вы едите дорогой? Мы говорим, у нас сухари мешок целые. И вода. А вода мы вот щетка. Да вы что? Они продавцы. Она отхватывает вот такой кусок сыра. Я говорю, нам помидоры. Сыру маленько взять. Да мы заплатим. Деньги даем. Не берет никак. Воды этой, которая вот таких вот дает. Там еще что они нам дали? Давай там бананы совать. Мы не едим, это нам... Персиков. А? Персиков. Персиков. Это все взяли на себя. Как он звать-то тебя? Меня Алла. Сфотографировались на память. Ну я потом напишу письмо. Люди другой веры. И мы говорим, мы христианские книги привезли. Она прям за каждый шаг цепляется. Чем тебе помочь надо? Это разные люди. Человек это космос. И мы ничего им не говорили. Это Бог так расположил этот путь. И поэтому наш опыт, он опыт, но он неприменимый никем. Нас они, когда встречают, подходят с такой суровостью. И тут же как-то все по-другому. 30 таможен прошли. На одной сидели 9 часов в общий поток. А у меня трехтомник, я его дарю. Двери буквально прошибают. Начальник покрыт. Никуда не. Проверьте, собак подвели, пронюхали. Здесь только. Так, откройте ворота. Там машина на пути. Уберите машину, пропустите их. В одном месте в Дагестане сунулись, доехали. Дорога перекрыта, БТР под сеткой стоит. Вы куда? Ну а мы. Тут дороги нет, ребята. Назад. А куда? Туда. Там опять задержка. Мы когда все рассказали, они перезвонят. Тут с книгами едут. Пропустите. Едем, впереди уже двери открыты. Это проверка. Это Бог открывает сердца. И притом так открывает, как мы не знаем. Опыта никакого не было. С военными как обращаться. Это все входит в то, когда Дух Святой ведет. И поэтому решать сегодня какие-то вопросы без связи с Духом Божьим нельзя. Ну можно суетиться, можно делать, колотить, думать. Это ничего не даст. Радости не будешь иметь. Вот это, что я рассказываю, оно пройдет где-то мимо и даже не заметишь. Здесь каждый шаг Бог высвечивать будет. И нам надо делиться этим опытом. Был такой тут епископ Антоний. Мы съездили в машине, он приезжал у меня, обедал. И он говорил, у меня миссионера ни одного нет. Переходи, вот три храма у меня, любой, бери в Барнауле. Он это понимал, он был проще, чем за ним, который пришел. А этот, говорят, тоже простой. Так что Господь может установить связи здесь. Мы же предлагали, вот он знает, программу на этот год. Миссионерскую. У них, вот там раскапают фундаменты, где храм раньше стоял. По-моросевски там ангел, околах, фундамент стоит ему делать еще 50 лет. Но эти басни не проходят здесь. Мы говорим так. Вот мы с вами, давайте, сколько у вас там? Ну две машины наши. Едем вместе. Доставайте Евангелие, Новые Заветы. Мы приезжаем, ну какой мамонтов, к примеру говорю. С разных сторон начинаем по улицам идти. Назначаем на три часа встречу. Вы говорите 15 минут, я говорю 15. Но оба одинаково призываем к храму московской патриархии. К хресту и к храму московской патриархии. Вы не ответили? Нет? Вот там сидит живой свидетель. Это секретарь, бывший, наверное, уже. Вот. Вот. Мы программу им давали, как ночевать, как охранять себя, какая литература должна быть. Ну у нас здесь очень большое. Ну 444 пункта это полностью пройти. Мы только вот в окрестностях здесь раздали 30 тысяч евангелий. И мы это, по домам идем. А кто приходит, тем дарим Новые Заветы. Сначала с администрацией договариваемся, в клуб, на стадионе собираем людей. Здесь все районы нами пройдены, в Алтайском крае. Полностью Новосибирске, полностью Кемеровске, Красноярске. А уже большими городами прошли мы до находки Владивостока. Так Евангелие сейчас практически у всех. Евангелие что? У всех? Да, у больших. Прошли в село Коробейниково. Знаешь такое, да? Ну. На все Коробейниково. А были в каждом доме. А них выбрасывали. Нашло ж только 3 дома. Два. Два дома. Два. Два. Два дома есть. Библия. Мы подарили там не... И они дали. Не Евангелие. А они что, его читают? Да. Ну, это другой вопрос. Читают, не считают. Метай и писи. Вот что? 22 глава Матфея. Идите и зовите на Брасьчинь пир. Не пошли. Но с того, кого послали, с тех спроса нет. А голову... Так на пирто зовем. Я тебе примерно другое расскажу. Смотрите. Мы идем по Коробейниково. Прошли полностью. Все. По домам. Два Евангелия. Нормально? А люди-то ходят. Бабушке даем. А что это за книга? Да там о Христе. А, я думал, упоминальник какой. А что надо? Отец Роман расскажет. Это работа попов. Они заморили народ. Мы подарили в домы, где пожелали взять 450 новых заветов в Талтырьме. Это все заснято на видео. И когда мы подошли, назначили встречу недалеко от храма, священники тут вышли. И он только стоит. Отец, это, Игнатий Тихонович, только уезжайте. Уезжайте скорее отсюда. Я говорю, такие люди были, когда свиней, где потопил кто-то. Они тоже говорили, уходи отсюда, уходи. Когда надо, мы уезжали. Просили, молили, да. И тут же милицию вызвал. Майор ходит, а зачем вызвали, не знает. Это все на видео снято. И подарили. Ну хорошо ли это? Спрашиваю, батюш, а сколько у вас постоянных прихожан? Их там в унастыре было 7. Сказал он 7 их насельников. Это было года 4 назад. А сколько? Ну, я говорю, постоянных, что вот это ты знаешь их и все. Ну, может, человек 7 или 8. А попов 8. Я говорю, как? Так деревня, батюшка, что-то. Ну, не ходит. И 8-то не было. Ну, монахи, монахи. Вина в том, говорят, что вроде впереди нас были... Там у кого? Нифон? Да, есть. Я видел. Макарий. А они засняли. Там не священники, прислужники, которые... Ну, там не все священники. Это заснято все, видно на видео. Поэтому это не... Конечно. А если бы они занялись, что это эти же самые монахи, то как-то с людьми занятие... Естественно, правда, больше бы было. Слюблайн. Но это не везде же, как Карабейникова. Да нет. Везде. Понимаете? Только один единственный храм, я скажу где. Ну, вот здесь бы должно быть тогда не 30 человек, а 3000, например, жить. Ну, вот сейчас, смотрите, нормальная обстановка. Вот такое бы... Село Ребриха. Вот тоже деградация. Меньше, 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 меньше. Нет, нет. Село Ребриха. По порядку, где мы будем. Это время, понимаете? Не время. Это, отец, это система. Это даже как бы... ГО, система. Это система лжи. Вот мы... Но не духовенство. Нет, послушайте, духовенство. Мы едем в Ребриху. Батчишка говорит, первым делом сходите к отцу Олегу. Мы пришли на дому, он сейчас настороженный был, а потом свободно заговорили. Мы говорим, через две недели мы начинаем работать по Ребрихе. Мы договорились с администрацией, мы вешаем объявления, идем по домам, и людей собираем в определенное место, где-то там, с клубом договорились. Дом культуры. Все. Но он не сказал... Павлов, благочинный Александр, остается полтора... Да не полтора, а полдня. Полдня остается. В это время у меня от него звонок. Два года назад. Звонок. Вы не приезжайте. Как не приезжайте-то? Мы весь барлул обклеили, опишем, и народ согласен прийти. А отец Александр сказал, не приезжайте. А он мне никто, отец Александр. Обыкновенная Сашка, Шурка там кто-то. Кто он для меня-то? Я с таких встречал, передачи носил им. Засим, а там, Мишка, к тебе пришли. Ну, заставращение малолетних там сидел. Ну, знаете, это... Критмановский этот Владимир сидел, который... Я им с тем передачки носил туда. Что он делает? Он... Чтобы не открывали. А этот, который клубом заведует, он даже не начальник был, а заместитель. Он матами нас встречает. Приветствует. Приветствует вас. Да, это в клочках. Староста, с церкви матами. И все это записано. И вызывает милицию. Там и здесь одинаково. ОМОН. Милиция приехала. А с нашей стороны ехал один фермер. Фермер, фермер. У него 6,5 тысяч гектар. С подачка? Нет, с подстепной. Подстепной. Евгений Долдов. А у него знакомый, это, Ребришинский редакции, корреспондент Морозов. Этот Морозов пришел здесь с милицией и говорит, а вы почему здесь? Экипаж приехал. Ну, батюшка местный сказал, что тут свидетели и головы приехали. Это какую совесть надо иметь? Были у него, благословлялись. Батюшку знает, но он знает, что сейчас напряжен кого у свидетелей и головы. А давай. А эти сразу раз, краевое отдел юстиции. Это православная община, русская православная, зарубежная церковь. А они тогда подходят к нему, так ты что ж, что ты поп? Экипаж ретировался, и о нем напишут. А кто же это сегодня священник оставил с секретарями по идеологии? Решать, кому можно в клубе, а кому нельзя. Это газета. Без нашего беда он печатает. То есть он напоролся, куда шел. Это такая же обстановка была в Карабельниках. Такая же в Павловске. Вызвали сразу милицию, они привыкли действовать. Это серьгианство, мертвое серьгианство. Предавать друг друга. Священник приехал, а он не знает, милиционер, а что дальше делать-то? У нас регистрации, мы показали, идем по домам, зовем официально, договорились с Домом культуры. Да как же он сказал, такие люди. Вот так. Я все, где они милиции стоят, все это на диск и через него передал. Так у нас эта тема беседы сегодня нет. Нет, нет, нет. Мы все два года беседовали, когда отлака не втикли. Пока на накладу. Приготовьтесь, выйти из этого положения. Вот как выйти? В течение одного дня можно сделать. Как? Встать и выйти. Как? Ну, мне сказали, вы знаете, я сказал, знаю. Ну, от вас поставили патриарх, ну, что бы вы сделали? Ну, обычно так говорят, он встанет, здоровый или порули. Согласен. Ну, если я патриарх, пошел помолчать. Не понял, вопрос-то какой? В интернете вопрос, что бы я предпринял конкретно? Я написал патриарху Кириллу. Что нужно делать? Поднять духовность. Православие. Ну, ты советуешь, ну, ты сам, что бы делал, будучи изданным патриархом-то? Я говорю, не дай бог, в первую очередь. Здесь совместно надо. Я, в интернете, я, 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 отец, это конкретно, это интересно? Вот, секты, я смотрел, полеечка, по разговору уже, нет, ну, конкретно, я отвечаю, первое, что бы я сделал, отче, первое, ничего не получилось, я патриархом, прекратить строительство всех храмов. Вот, видите, да. Это первое, что необходимо сегодня сделать. Все средства бросить на издание новых заветов. Прекратить, заморозить пока, они никому не нужны, сегодня уже много-много храмов пустые, стоят вообще мне не нужны. Было, взрывали и будут взрывать. А дальше, что бы ты сделал второе, открыть училище. И сколько, ну, примерно тысячу, в течение одного дня. Они открывают. Вы что говорите? Да у нас учителей столько нет? У меня они есть, я патриарх, я уже договорился. Но, какие учителя? А чему будут учить? Самому главному, любви к Богу, ко Христу, ко Святой Троице, и любви к Слову Божию. То, о чем, 118-й псалом долбит нам, нам маловато о том. Главное, где бы учителя взяли? Я объясняю, где эти учителя, они ждут нас. А вы не знали, не знали. А третье, поискал бы место, где спрятаться, чтобы в торговной махе к вечеру не убьют. Так, подождите, какую первую храму закрываем? Так? Я говорю, какую первую храму закрываем? У вас? Нет, строящие. Строящие. Не закрывать храму, прекратить строить. Я храму не должен быть. Прекратить строить. Потому что везде храмы, 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 храмы. А Иеремия говорит, не надейтесь на храм, все будет разрушено. И Господь о храме сказал, как нам нужно храм в душе отстроить. Отстроить так, чтобы он был встал, чтобы Христу было не тесным. с Отцом придем и обитие люди вас отдают. Но у меня вот... Игнатий Тихо, смотрите, когда вы строили храм, вот вы пришли сюда. Вы... С богослужения начинали. Вы начали село. С чего вы начали? Со строительства храма. Нет, но... Но начали со строительства храма. И в то же самое строительство для вас... Да нет, нет, нет. Что тут долгие? Оно стало для вас объединяющим. Так? Вот так и здесь. Объединять не храм, а спать, что... Объединило дело. Объединило дело строительства храма во имя Господа. Так и здесь. Вопрос только в том, что, к сожалению, и раньше, когда храмы строили, храмы строили действительно народом и миром. И все, да, все жители этого села и строили храм. А беда в том, что немножко у нас сейчас строительство храма отделено от самого народа. Да, мы там... Мы там ищем... А другое... А это очень хорошее дело, которое на пороге может объединить. Храмы спасители меня всегда в университете. Не надо строить. Он не нужен. А он объединяет. Кого? Присунья по тех объединяет-то? Сколько греха-то нажили через это? 450 тысяч зал там снимают в день. И что там делается? И все там фотографировано, показано. Мы были перед храмом Христа Спасителя. Не буду говорить про храм Христа Спасителя. Перед храмом Христа Спасителя. И спрашивали меня в интернете, а что нужно делать? Первое, что нужно было сделать, храм Христа Спасителя, купить, сложить все вместе амбарный большой замок, кудовый. И закрыть все двери. Ну а что... И ни в коем разе не преследовать этих плесуней там. Рая-то, что они делали? А что делать? Теперь молиться перед храмом. Храм Оскверненный. Где это? В Библии говорится. И храм тот сейчас был закрыт. Деяния апостолов. И молиться три месяца. А почему три месяца? Я опять обращаюсь к Библии и показываю. Вот написано три месяца. Вы после Библии не знаете там. Три месяца, при том сделать круглосуточное. И слез, сколько-то рядом в Москве реке течет. И шоу-патриарх. Все приходили сюда. Епископы, сердца народа всегда на стороне страдающих. Вот тогда жарко покажется кому-то. Это объединяющая молитва, не храм. Храм нас разъединил. И там все эти главные грабители. Кто там есть? Они не разъединяют. Богу нужно сердце. Я на Златоусе говорю, а тот храм украшается, покупают там золото, украшают там иконы. И нищие просят, что нужно? В первую очередь, я думаю, то, о чем на суде Бог спросит. Считайте 25-ю Матвея главу. В первую очередь, у нас этого нет, мы не знаем. А почему не знаем? Потому что не в ту сторону пошли. И пора остановиться от нас и сказать, Господи, прибудет с нами, освяти нас с сиянием Духа Святого. Хорошая фраза, Игнатий Тихонович, нравится ли? Нужно и это делать, и то не оставлять. Оставить на время, я говорю, на время. И пока. Вот мы пришли, батюшка, зашли в храм в Пахровске. Это раньше было. Еще один священник, он сейчас магистр богослов фаз Геннадия. Книги его чудесные, продаются везде. Что бы мы сделали? Мы стояли, стояли в дверях, но в первую очередь, не поймешь, что делается. Самое первое, что купили бы замок. И сразу во дворе, прям сразу же начали занятия с народом. И потом, уже, как-то сцепь надеть, чтобы маленькая дверь для одного открыть, и по одному человеку церковь обновится. А примеры, примеры, правление Деки, 249 год. Церковь настолько рассыпалась, что в Захаре церковь вообще есть на земле или нет. И вдруг Деки ударил. Церковь обновилась в течение трех лет. Уменьшилась намного, а через три года увеличилась несколько раз. И Деки вдруг убитый. Все. Уменьшится церковь. Но так как мы все будем свидетелями Бога живого на земле, народ сразу будет пребывать. Мы просто, я свидетель этому. Начинаешь с нуля, никого нету. Слово Божие зазвучало, люди подходят. Вот я еду, дорога и свидетельство. А едут вербованные. Ну, немного проехали, может там, полдня, день. Они ехали в Иркутск, они слазят на подстекну и здесь. Мы хотим остаться здесь с вами. Ребята, у нас еще, еще нет. Первый год мы были здесь. Езжайте дальше. Это мужики, они пьяные, едут откуда-то с Молдавии. Люди настолько и жаждались, они жаждут слышать живое Слово Бога. Вот Олег Синяев об этом все время говорит. Андрей Кураев говорит. Благодарю Тебе, Критер Божий наш, яко насытил и все надземных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел и си спаси мирно я им прилик нас и спаси нас. Слова Тебе и Сятом Духу имени пресса и во веки веков аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Господи с нами Бог свою благодать и человека любим всегда ныне пресс и во веки веков аминь.